Здравствуйте, дорогие друзья! Я вам на канале Двойная Порция. И сегодня мы с вами продолжим тестирование продукции Тироп за бешеные деньги. Вот этот флакончик 250 мл стоит целых 257 рублей и то по акции, без акции целых 400. Нейтрализует неприятный запах, устраняет известковый налет и накипь, удаляет мыльный налет, очищает внутренние части и обеспечивает гигиеническую чистоту. Сегодня мы с вами это и проверим. А состав средств, как всегда, прямо удивительный. 15% или более, но менее 30, вдумайтесь, за 257 рублей, лимонная кислота. Менее 5% неогенные палы. Как мы знаем, это не очень полезные добавки. И последней составляющей это ароматизатор. Соответственно, здесь у нас 250 мл воды, из них 15-30% разбавленная лимонная кислота, какие-то добавки очистителя и приятный запах. Какой-то защитной кассеты здесь нет, то есть в любой непонятной ситуации, кто-то может все это открыть, отлить, добавить воды. То есть, ну, это уже огромный минус данного средства. На запах, конечно, очень приятно, пахнет какими-то васильками, а по виду это просто обычная водичка синего цвета, как будто добавили медный купорос. Соответственно, сегодня, 23 марта, мы используем это средство. У нас машинка ничем не очищена, там too much. И ровно через месяц мы сделаем точно такое же средство своими руками и посмотрим, будет ли из них какая-то разница. И согласно инструкции мы с вами открываем этот флакончик, открываем наш отсек для порошка и смачиваем тряпочку небольшим количеством. В инструкции написано, что нужно обработать весь отсек со всех сторон, протерев все обычной мягкой тряпочкой. Все. Запах прекрасный просто, ребята, запах класс. Далее, что нам нужно поделать? Теперь смотрим сюда. Смотрим, здесь у нас есть налет конкретный, вот видите? То есть грязевой налет. Сейчас мы продемонстрируем. То есть если он здесь потереть, то налет уходит, вот видите? Пятнышко побеляло, да? Здесь также есть ржавчина, потому что здесь была мелочь, не заметили в карманах. Ну и в принципе все в остальном. Единственное, что и здесь, вот такая вот ситуация. И для очистки нам нужно включить любой режим при температуре 60 градусов. У нас это будет хлопок и быстрая стирка. Целый час при отжиме 1200. То есть отжим мы можем в принципе убрать, так как машинка пустая. Как заявляет производитель, вливаем целый флакон в наш отсек для порошка. В описании под видео я прикреплю ссылку на плейлист, где может протестировали более 20 видов средств против нагара и жира. Также мы проверили, чем отбелить полотенце, очистить чайники и пробить утюги. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Ты нам этим очень поможешь. Давайте посмотрим сначала на манжету. Во-первых, грязь не отмылась. Смотрите, вот видите, то есть вот этот налет, который был, он так и остался. Ничего с ним не произошло. Он размягчился, да, он стирается пальцем. Но, походу, с учетом того, что у машинку мы не мыли несколько месяцев, средство не смогло удалить все эти загрязнения. Видите, вот вся эта грязь, она вся здесь есть. Ржавчина, которая была от монет, также осталась здесь. То есть ничего не поменялось. Единственное, что пропал мыльный налет. То есть она, вот слышите, она перестала быть такая склизко-мыльная. Давайте посмотрим теперь сюда. Здесь грязь также осталась, ничего не промылось. Соответственно, какой эффект? Единственное, что произошло, из машинки исходит приятный аромат. И теперь я хочу вам сказать, мы обязательно повторим этот тест использованием лимонной кислоты. павлов и отдушек, которые мы сделаем собственными руками. И попробуем очистить эту машинку собственноручно. А пока, Тирет очиститель для стиральных машин я полностью не рекомендую к покупке, потому что эффекта от него, как такового, практически нет. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся в следующих выпусках, где мы все-таки очистим эту машинку и покажем себе готовый результат. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok